Здравия желаю! Продолжаю тестировать нож с РКТ Хаммонд Крузер. Характеристики ножа. Длина клинка 95 мм, толщина клинка 3,3 мм, сталь на клинке 8, хром 14, на рукояти пластик Zytel, замок Liner Lock, плюс предохранитель. Общая длина 229 мм, вес 176 грамм. Покрытие, также имеется на клинке черное покрытие, но какое оно, нигде не указано. Страна-производитель Китай. Потестирую по своей стандартной программе, и, чтобы было интереснее, в дополнение к нему будет вот мой старый М21. И посмотрим, как... Вообще, ну, основной тест это этого ножа, а этот как просто для сравнения, скажем так. Ну и для начала, как нож сидит на кармане. Черная клипса, такая песочного цвета рукоять. На камуфляже, на вообще его там нормально сливается, не видно. Здесь тоже на таких, на джинсах. Мне, допустим, нравится, когда клипсы на ножах черные, чтобы они были не броски. Довольно-таки большая часть ножа выглядывает. Как бы для кого-то, может, они есть хорошо, но зато удобно за нее браться и вытаскивать. Но это все будет, опять же, на обзоре. Клипса такая даже мягкая. Средней жесткости даже более к мягкой. Потому как здесь у меня толстый кант на джинсах и снимается, садится вот одной рукой без проблем. Тот же Cold Steel Voyager на этих джинсах вообще двумя руками посадить на карман проблематично. Ну, и приступим. Веревка. Некоторые ножи даже не могут ее одинарно перерезать. Посмотрим, что будет на этот раз. Возьмусь поближе к клинку. Да, только один из трех перерезал. Интересно, двойную попробовать? Ну, нет, лучше далее попробую одинарную. Ну, как-то, блин, что-то это не очень уверенно было только что. Может, это я как-то не так. А ну-ка посмотрим еще раз. Да, надо чуть-чуть так его как бы продавить, тогда он перерезает. Чуть-чуть как бы так влево-вправо, скажем так. Да, перерезает, но не идеально. И теперь, а ну-ка, для сравнения попробую М21. Я уже не помню, как он это делает. О, здесь сразу ощущается рукоять. Грани впиваются, я уже реально забыл. Здесь прям сразу, моментально. И плюс предохранитель. Не знаю, плюс-минус так же самое. Может, чуть лучше, но опять же, это может дело в заточке. Не знаю. А ну-ка. Да, может, чуть лучше, но, блин, как же ономинает. Особенно для левши. Для правши предохранитель не смертелен. Уже у меня есть тест, там все проверено. Для левши очень впивается. С собой у меня перчатки, если что, буду дальше одевать. Такой пластик прям довольно-довольно прочный, довольно толстый. Посмотрим, как он это делает. Упс, выскользнул. Это мой косяк. Да, пластик такой прям конкретный, как, блин, пластмасса практически. Перерезает. А ну-ка, двойную. А ну-ка, двойную. Ой, выскользнул. Да, с первого раза выскользнул, второй раз двойную прорезал. Далее. Постружим. Обычная такая сосновая доска. Стандартная. Как будет ее стружить. Сначала возьмусь в подпальцевую выемку. Ну, стружит, в принципе, в принципе, нормально. Но ощущается, вот здесь мне мизинец. Поддавливает мизинец. Даже вот эта задняя часть, короче, рукояти, она вот, в общем, вот эта вот часть впивается. Так. Чувствуется. Не смертельно. Но чувствуется. Можно, наверное, на буке я одену перчатку. Ну, потому как этот нож и, в принципе, для перчатки, чтобы работать не для этого. Он, как бы, создавался, скажем так. Военные всякие солдаты и прочее. Они обычно в порядке с вами ходят в перчатках. Ну, используют. Ну, в принципе, нормально. Так. Ну, я одену свою не кожаную рабочую, а, скажем так, около тактическую. Механикс, ну, самые-самые простенькие. Возле тактических лежали, скажем так. Ну, попробую теперь постружить бук. Возьмусь уже поближе к клинку. Не в подпальцевую выемку, а так максимально близко. Сухой бук. Это уже испытание. Да, здесь уже не так бодренько, конечно. Но нормально впивается. Щипа довольно-таки, ну, немаленькие кусочки. Полностью кол делать не буду, а половину, ну, чтобы не затягивать. А другую половину, сейчас возьму М21, постружу им. Ну, вот, как-то так. В принципе, нормально. Можно, вот вперед, да, без перчатки. Ну, даже попробую без. Ну, блин, все эти вещи, все это впиваться. Хотя рукояти такая толстенная, пухлая. Блин, ну, знаете, не скажу, что прям не смертельно впивается. Можно даже и без перчатки поближе взяться. Но, опять же, предохранитель для левши ощущается. Но его можно снять. Но об этом все, все это будет в обзоре. В принципе, нормально, нормально. Да, вот так, когда перехватился, даже стало удобнее, чем за подпальцевую выемку. Ну, в смысле, удобнее в плане рукояти, не так наминает. Прям очень даже. Да, пойдет. Итак, второй клиент, М21. Кстати, как раз товарищ мой по ножевым сообществам думает, выбирает. Хаммонд или М21. Может, для него это окажется полезным. Да, здесь рукоять. Хотя, не скажу, что сильнее, но, опять же, только предохранитель мне в руку впивается. Стружит, да, наравнее, я бы сказал. Именно бук, не скажу, что лучше, но и не хуже как-то. Но, одинаково. Рукоять у Хаммонда будет поудобнее. Она потолще, попухлее, все-таки, да. Ну, а сам процесс, вот стружка, тем и тем, довольно-таки, хорошо. Даже не неплохо, а хорошо. Вот, и без перчатки вполне-вполне можно. Все, готово. Да, норм, пойдет. По твердому дереву пойдет. Ну, и сосновый брус, хотя, смысл после бука, да, это просто масло. Да, блин, предохранитель тут, конечно, ощущается. Ну, здесь просто только в путь. Блин, может, даже лучше, чем крузер, не знаю. А ну-ка, сейчас еще раз. Но он неплохо, вот прям по дереву я уже и забыл, как он работает. Опять же, Хаммонд Крузер. Да нет, как вы знаете, одинаково, хорошо. Я не могу выделить среди них какого-то прям явного лидера. И тот, и тот, в принципе, нормально. Ну, переходим за стол, продолжаем дальше. А, да, перед тем еще, как нарезать на укол. Как хорошо, ну, в кавычках, да, что всякий мусор люди выбрасывают. С собой не надо брать никакие баклажки. Вот, нашел такое из-под масла бутылку. Кончик острый, прям так конкретно острый. Тонкий, сделан, в общем, чтобы протыкать, он только так. Какие-то упаковки, ну, только что тестировал, я забыл, блин, купить сыр, чтобы вскрыть, показать. Ну, оно и так понятно. То здесь проникает, вот, видно, проникает он чудеснейшим образом. Упор защищает руку, на клинок не соскочит. Если придется вам что-то проткнуть, какие-то банки из-под масла, то это можно сделать довольно неплохо. И далее теперь для сравнения М-21. Ну, тоже нормально. Ну, Хаммонд может быть лучше, потому как, да, у него более какое-то так, прям, уж очень такое хищное острие, но этот тоже протыкает довольно-довольно неплохо. Как бы чуть-чуть лучше Хаммонд совсем ненамного. И приступим далее. Нарезка. Нарезка каната. Ни нарезы, ни на количество, просто так, просто посмотреть, как он это делает, да? Я не специалист в этом деле. Практически с первого раза. Довольно неплохо. Раз, и готово. Да, нормально, нормальненько. Нарезает, вот, практически с одного раза перерезает. Далее, для сравнения М-21 теперь. Ну, так же, практически за один раз у этого просто такое ярко выреженное, выраженное брюшко, поэтому, может быть, как-то, ну, сподручнее, может быть, им делать. Ну, опять же, одинаково, одинаково, скажем, да, как, что тем, что этим нормально перерезают. Да, вот неплохо, практически с первого раза. Вот. Есть. Теперь шланг. Тоже довольно-таки интересный материал. Не все его перерезают нормально. Ну-ка, посмотрим. Да, врезается. Было у меня такое, что это просто давили, ножи давили. Ну, вот, тоже поддавил, но врезался. Ну, тут короткий кусок, оно неудобно, оно, блин, чем короче. Да, нормально, врезается, перерезает. Очень даже неплохо. Так, ну, М21. Уже реально не помню, как он это все делает. Тут совсем маленький кусочек. Сейчас возьму побольше. Тоже прорезает не за первый раз. Вот тут проскользнул. Так, он-ка вот здесь. Вот, а просто, ну, сам по себе, там мягкий шланг уже. Вот, врезается с первого раза практически вот до конца. И осталось чуть подрезать. Да, неплохо, неплохо оба справляются. Теперь, ковырятельные моменты. Кончик у ножа, кстати, ну, такой деликатненький, я бы сказал. Прям такой, прям, ниже среднего, деликатней среднего. Поэтому, уж супер какие-то ковыряющие такие все это движения, моменты все эти я бы не стал им делать, чтобы не сломать. Кстати, ну, как всегда, забыл показать, что люфтов не было, вертикального люфта не было вообще в начале. Перед тестом всегда, вот, блин, самое интересное и забываю показать. Горизонтальный, ну, это такое дело, это может сама конструкция вся шаталась, вертикального люфта не было. Но, опять же, все эти люфты затянуть по ту же осевой, все, люфтов не будет, но ту же будет открываться. Чуть осевой ослабите. Уже Открываться будет легко, но зато может какой-то люфт появиться. Ну, это в любом ноже. Да, хоть кончик тоненький, но аккуратненько, так с умом, вот, можно как-то подковыривать. Но, опять же, сильно, прям, сильно какие-то такие движения делать бы не стал. М21 будет помощнее у него, сам кончик будет помощнее. Но, тоже, не супер, не супер какой-то там мощнецкий. Не Не танто Какой-то Так что, тоже им какие-то мега, что-то такое, ну, но все равно он будет мощнее. Не супер мощный Потому, как у меня вот есть тот же Ганза F20 FH11 тестировал, так там, блин, как бы, да, обычный складень, а у него кончик такой мощный, почти как у танто. То здесь Ну да, ковыряет М21 чуть получше, скажем так, потому, как у него не такой деликатный будет кончик. Ну, а далее просто смертельный номер. Буду ножом, ребята, открывать банку. Вы скажете, зачем, зачем ты это делаешь, глупец? Тем более, здесь же есть еще кольцо для открывания. А я вам отвечу. Я это всегда делаю только в том случае, если на ножах есть покрытие. Темное, не темное, там, я не знаю, золотое какое-нибудь, еще фиолетовое. Мне интересна стойкость покрытия. Чтобы узнать. Этим ножом я уже вскрывал банку. Есть, опять же, у меня тест. Здесь покрытие нитрит титана. Слегка-слегка какие-то мелкие такие, незначительные потертости, и все. В принципе, покрытие здесь нормально. Здесь темное покрытие, совсем другое. Посмотрим, что с ним будет. Переверну даже баночку другой стороной. А фасоль мне нужна для моего блюда, которое вот готовится по ходу дела. Итак, я не спец в банках. Кстати, покрытие покажу вначале. Как оно выглядит до этого всего. В принципе, видно. От дерева, от всего этого, ничего на нем. Да, освещение тут такое не очень. Ну, в общем, на обзоре все покажу более четко. Ну, видимо, каких-то таких следов нет. И поехали. Потому как бывает, хочешь купить нож, а не знаешь, какое у него покрытие. Как, как, что делать. В обзорах нигде это не указано. Тот же вот Бокер Кихон. Я купил, покрытие оказалось хренью полной. Просто, просто полнейшей хренью. Слезло оно не то, что от банки, а от, даже от дерева. Пока я стружил, оно уже слезло. Вот, приходится опытным путем все это проверять. О, черт, забыл, опять же, помидор. Все, я забываю. Вначале показал, ну, на кухонном тесте вы видели, что помидор он прорезает, в принципе, нормально. Ну, это этой частью... Ладно, в конце уже покажу. Уже дооткрываю. Все забываю. В общем, нож вначале был острый. Нормально, хорошо, острый. Здесь, наверное, что-то забудется. Этой частью, понятно, помидор уже будет мять, естественно. Ну, посмотрим, как-то ближе к рукояти часть клинка, как будет резать. Ну, в принципе, хватит. С меня такой открывальчик. Есть, фасолька готова. Ну, и вот, что случилось. Практически ничего. Это с этой стороны и вот с обратной. Здесь чуть видны, ну, вот видите, да, такое... Вообще незначительное, вообще. Просто такие, как бы, царапины похожи. Покрытие похоже, как и на М21. Ну, в общем, похоже на него. Здесь тоже не было каких-то... Ничего не слетело, оно никак не сошло. А просто такие легенькие, такие какие-то царапинки появились. Которые даже не полностью, не до самого клинка, не видно там этого металла. А просто такие, как потертости даже. Не царапины, а потертости на покрытие. Это что такое? Когда-то у меня будет камера с нормальным автофокусом, блин, и стабилизацией. Тогда вообще все будет чудесно. Вот. Отличный результат. Просто отличный. Как для его цены. Опять же, ну, если кто выбирает, допустим, Ну, это все в обзоре укажу. Этот стоит М21 примерно в два раза дороже. Примерно. То Хаммонд Крузер очень-очень достойный выбор. За его цену. Тем более, нож такого размера. Это еще нужно поискать. Реально нужно поискать. Это тот же Каспер Кроуфорд. Разве что тот же ЦРКТ. Ему как, ну... Как вариант. А так, реально нужно поискать. Ножи такого размера. Это еще по такой цене. Так, ну и замок. Вначале не показал, как он, блин, держит. Забыл. Но не страшно. Предохранитель, кстати, ставится. Он здесь не автоматический. Но он ставится всегда. Когда начинаешь что-то делать, ты упираешься. И он просто, по-любому, он закрывается. Запирает замок. Вот как он выглядит. Опять же, плохо видно. В общем, там такой предохранитель. Еле-еле такая пластиночка маленькая. Это все на обзоре будет. Разборка. Да, тут все темное. Ничего не видно. Предохранитель вот вначале заходил. Вот в такое положение. Примерно, ну почти в середину, скажем, да. Пяты клинка. И так же самое он заходит сейчас. Посмотрим, как открывание. Открывается нормально. Вылетает. Ну все это будет опять же подробно на обзоре. Ага, по клинку. Вначале был клинок по центру. Сейчас ушел чуть в сторону. После этого всего. Вот видно он вправо. Слегка вправо как бы. Да, вот заметно. По предохранителю. Кстати, он такой себе. Здесь вообще он у меня разогнулся. Но опять же, это все на обзоре. Я им ради интереса расколол деревяху. И он у меня разогнулся. И теперь как бы не держит. Нужно разбирать, сгибать. Чтобы он заново работал. Поэтому предохранитель такой себе. Имейте ввиду. Это не какой-то там, не для супер каких-то там гирей на него подвешивать не нужно. А так для от случайного складывания он уберегает. Ну в принципе, что и от него требуется. Ну и в конце покажу на помидоре, что тут случилось с клинком. Ну хотя банку открыл, как бы не считается. Блин, забыл. Хотел после дерева это все показать, проверить. Итак. Знаете, довольно неплохо. Смотрите. Это этой частью, которой я банку вскрывал. Вот которое дерево. Да, это ближе к рукояти стружил дерево. Да, но помидор не вялый, он такой твердый. И невкусный, кстати. Не особо. Ну блин, нормально, скажем. Да, неплохо врезается, но он не мнет. Смотрите. Вскрыл банку. Очень, очень даже. Ну, может не так, как в начале. Но я бы сказал, он практически не подсел. Блин, а это круто. Вот вам результат, пожалуйста. Вот и сталь. Так, ну а мне пора высыпать фасоль в мое блюдо. Вот так. Вот так. Вот так. Ну и стеклянная крышка. Какой же поход без стеклянной крышки на сковородку, правильно? Вы же тоже так делаете все, согласитесь. Ну и М21, остатки помидора. Хотя банку я им не скрывал. Но он тоже был заточен не идеально в начале. Ну перед тестом, скажем. Тоже прорезает. Опять же. Ну так, крузер это лучше делает за счет того, что клинок у него будет потоньше в этой части. Ну и опять же, после вскрытия банки помидорчик нарезается очень-очень достойно. И практически, практически готово. О, даже, даже уже. Ну и вот что получилось. Просто чудесный обед. И я считаю, вообще, отличный результат для данного ножа. Справился со всем продуктами, опять же, в отдельном тесте. Есть, как он нарезал по дереву, по всему остальному. Ну тоже, вы все видели. Опять же, банка консерв. Помидор, покрытие абсолютно не пострадало. Какие-то маленькие там потертости, опять же, на обзоре все это укажу. Ничего оно не облезло. И самое главное, вы, ну вы сами видели, как он нарезал помидор. Поэтому очень-очень достойный результат. Тем более, учитывая стоимость. Вот в данном случае нужно, я обычно о стоимости так, ну не всегда говорю. Но в данном случае стоимость нужно учитывать, потому как она, блин, ну в районе там какого-то Ганза серии FH или же там Викторина Ксентинелл. Ну очень маленькая, короче, дешевый нож. Ну реально, скажем, в понимании современном ножей это прям, прям вообще копеечный нож. А результат очень даже достойный. Поэтому думайте, смотрите, кому такой, кому Крузер, кому М-21. Тут чисто дело визуального выбора, кому что больше нравится. Ну или какие-то там другие ножи. Ну все, мне осталось все это дело съесть, выпить чай. И на этом домой. Ну все, ребята, конец связи. Субтитры сделал DimaTorzok